Автомобиль самое опасное средство передвижения, но не потому что он становится причиной множества аварий, а из-за выхлопов, выделяемых им в атмосферу. У них содержится до 160 опасных компонентов, вызывающих токсическое отравление организма. За последние 5 лет автопарк Москвы увеличился в 4 раза. 80 машин работают на атерированном бензине, содержащем свинец, формальдегид и бензол. Чтобы как-то исправить положение, правительство Москвы год назад приняло целевую программу, согласно которой будет введен налог на вредные выбросы с владельцев автотранспорта. Обновлены городские автобусные парки, на дорогах Москвы был введен экологический контроль. Дышать нечего в туннелях-то, особенно под таганкой, если станешь, так вообще... Водители частного автотранспорта обязаны ежеквартально проходить экологический контроль, после которого им выдается сертификат соответствия уровня выхлопов госстандарту. Превышение этого уровня карается штрафом до 40 тысяч рублей. Несмотря на экологический контроль, который проходит весь общественный транспорт перед началом смены, автобусы вносят самый весомый вклад в загрязнение воздуха в городе. В первом автобусном парке, а всего их в столице 18, из 429 машин 300 работают на дизельном топливе, наиболее вредном для здоровья окружающих. Чем лучше техника, тем лучше для нас. Это ясное дело. Чем старее, то... Ну и экология, конечно, хуже, и все. И нервы больше тратишь. По данным НИИ экологии человека и гиена окружающей среды, экологически неблагополучными районами Москвы считаются Садовое кольцо, Ленинградское шоссе, Варшавка, Проспект Мира, вся центральная часть города. 20% живущих в этих районах детей страдают аллергиями. Многие женщины не донашивают детей. Особенно тяжело дышать в этих районах с 8 до 10 утра и с 4 до 6 часов по полудню. Мы имеем в 3, в 2,5 раза на сегодняшний день уровень загрязнения в воздушной среде больше, чем в западных городах. Причин этому, по словам профессора, несколько. Низкое качество отечественного бензина, плохие и изношенные машины, отсутствие хорошего сервисного обслуживания.